Последний по порядку, но не по значению. Да. Серега, а как много людей, скажи, тебя окружает? Умных? Умных. Ты знаешь, я избалован немного, потому что у нас все-таки Яндекс. И как-то особенно почему-то так совпало, что у тебя команда, где я работаю. Мне, конечно, да, с умными людьми очень сильно везет. А устройств? Да, с устройствами не так, чтобы с устройствами пока что похуже. Устройств поменьше. Поменьше, да. Вот наш следующий спикер, Серега Мельник, твой тезка, между прочим. Он делает так, чтобы умных устройств вокруг нас было все больше и больше, и больше даже, чем умных людей. Я думаю, что со временем мы дойдем до этого в том числе. Вообще, конечно, действительно, hardware is hard. И Сережа нам сейчас порассказывает применительно к такому тоже инженерному ремеслу, но отличающемуся от того, к чему, я не знаю, наверное, большинство из нас привыкли, будучи софтверными инженерами. А, кстати, мне интересно, поднимите руку те, кто из вас имеет отношение именно к производству какого-нибудь железа. Как много в зале? Ого! Так вот почему вы пришли. Вы пришли послушать своих. Достаточно много. Да, прикольно. Это немножко отличается от моего такого первого восприятия статистики. Ну вот. И железо, как вы можете тогда, получается, нам рассказать, да, потому что мы с Катей далековато немножко от железа. Железо – это очень интересно. И у Сережи богатый опыт. Он проработал в Яндексе уже сколько? Очень-очень много. И поначалу занимался… У нас есть роботы так называемые. Сначала Серега стажером пришел в антиспам. А, вообще вовсе, да, занимался антиспам. Да, он пришел стажером в антиспам. Потом вырос, стал руководить командой роботов. Потом начал заниматься всякими роботами. Мне кажется, что вот это вот руководство роботом, оно как-то запало ему, видимо, в душу на хардвер. И постепенно-постепенно он пришел к тому, что стал от умных устройств наших, вообще, в смысле, от Алисы к умным устройствам, стал руководить подразделением, которое занимается всеми-всеми нашими умными устройствами. Поэтому я думаю, что у него есть что нам рассказать. Давайте, пожалуйста, его поприветствуем горячо и послушаем. Как Олег? Всем привет. Привет. Меня зовут Сергей Мельник. Я руководитель команды Алисы и умных устройств компании Яндекс. Когда я начал готовиться к этой презентации, я думал, что она у меня займет пару дней, и я быстро закончу, и буду только готовиться, и все будет хорошо. Но в процессе я понял, что за несколько лет произошло так много всяких событий, что нужно освежить, а что же вообще происходило с Алисой и умными устройствами в компании Яндекс. Потому что это очень сильно сыграло на текущую ситуацию команды в принципе в Яндексе. Так что давайте сначала вспомним историю Алисы в компании Яндекс, но вначале я расскажу про свой путь. Потому что нужно рассказать про мой бэкграунд, как он повлиял на самом деле, как развивался продукт. Я пришел в компанию Яндекс действительно очень давно, стажером. Раз, два, три года менял команду либо профессию. То есть я проработал ML-разработчиком. Я потом в какой-то момент понял, чтобы сделать хорошее ранжирование в Яндекс.Картинках, нужно сделать прекрасную инфраструктуру, чтобы улучшать ML-модели. Ну и мне пришлось написать робота, который индексировал картинки и строил поисковую базу для Яндекс.Картинок. После этого меня позвали опять же в поиск сделать аналогичную систему для основного сервиса Яндекса, где я ее сделал примерно за год. И эта система в принципе до сих пор работает. Она обходит весь поиск, индексирует все документы, выкладывает это для пользователей наших. Ну и немножко про особенность культуры Яндекса. Она опять же специфическая. Как я попал в Алису? На самом деле у меня был завтрак, я сидел, никого не трогал. Пробегает Михаил Парахин, сетевой Яндекса и говорит, Серега, я придумал тебе классную задачу. Я такой, что опять? И он убежал. Через некоторое время я узнал, что мне дали еще в нагрузку к роботу команду инфраструктуры Алисы. Мне надо было это все поправить, чтобы Алиса скейлила, сработала и позволяла хорошо интегрировать новые сценарии. Через год, в 2019 году, опять же, примерно такая же ситуация была. Проходил мимо. Мне сказали, ты еще будешь за устройство отвечать, компания Яндекс. Я такой, ну, прикольно. И вот так я попал в команду Алисы и в команду устройств. А теперь вспомним, как же развивалась Алиса. В действительности, Алиса – это стартап внутри компании Яндекс. То есть его идея о таком продукте возникла еще где-то в 2015 году. И на свет он появился буквально только через два года, в октябре 2017 года. А через год уже вышли Яндекс.Станции. При этом у этого продукта был единый заказчик. Ну, у двух продуктов. У Алисы и у станции. И по совместительству еще и продуктованных Михаил Парахин. Вот этот продукт Алису делали на самом деле в следующем ключе, что все боялись, что это рано или поздно станет убийцей поиска. То есть придумают такой… из Алисы вырастет такой продукт, который заменит поисковые сценарии, привычные для человека. А устройства нужны были как раз для дистрибуции, по сути, Алисы в дома людей. И это была больше защитная стратегия внутри компании Яндекс, за то, чтобы Google придет, если со своими колонками, то нам будет плохо. А в 2019 году Михаил ушел, и инвестиции в продукт были по инерции, вкладывались. То есть пробовали разные продуктовые гипотезы с Алисой, но, к сожалению, ничего не получалось. И в какой-то момент, видимо, произошла усталость некоторая внутри компании. И немножко сократили инвестиции. Имеется в виду, что в Яндексе часто практикуют формат витимов, когда много-много людей из разных команд приходят и пытаются что-то с продуктом сделать. Вот эти инвестиции в какой-то момент закончились, поняли, что очень сложно развивать этот продукт, он специфичный. И даже в какой-то момент в 2020 году обсуждали возможность удаления Алисы из основного приложения Яндекса. А в конце 2020 года ушел второй стейкхолдер, и вот меня назначили руководителем команды Алисы умных устройств. И вот примерно, если кратко, то в начале, в конце 2020 года у нас примерно была команда всего лишь 100 человек. На данный момент у нас уже будет 500 плюс. И при этом у нас полностью, в принципе, построенный бизнес внутри компании Яндекс. То есть даже внутри поискового портала. То есть у нас полностью маркетинг свой, свой пиар, своя коммерческая команда, свой продукт, вся хардвер-разработка и все-все-все. Упс, извините. Но при этом у нас 20-й год начался очень… Конец 2020 года начался очень забавно. Нам поставили задачу максимально абстрактно найти свое предназначение внутри компании Яндекс. То чего? Не может быть. Закреши себе название, чтобы успешно забыли. А не выпал мишку к утру. Порошок тебе затрукли. Порошок нас никто обещает, стереть никто не собирался, но на действительности с нашим продуктом не понимали, что делать внутри компании Яндекс. И нам на самом деле предложили ответить на три гипотезы, которые всегда звучали. Это, по сути, Яндекс.Станция является некоторым мультимедиа-центром. Это продукт для удержания пользователей внутри экосистемы. Или это Алиса и устройства. Это тот самый новый поиск, в который долгое время верили внутри компании. Вот. Но мы действительно ответили на третий вопрос. То есть мультимедиа-центр, да, станция. Прекрасный мультимедиа-центр. По итогу 2021 года мы стали основным аудиоустройством в стране. То есть мы по продажам в юнитах обогнали даже JBL. И вот тоже по итогу 2022 года 75% всех колонок, которые продаются, акустических систем, которые продаются в России, они так или иначе с интегрированным ассистентом. То есть обычные глупые колонки вымирают, и все заменяются унами. Действительно, железки помогают удержать пользователей внутри экосистемы. Но насколько, никто ответить не может. Это сложный вопрос. А является ли Алиса и устройство новым поиском? Ну, внутри команды мы верим, что да. Но при этом, как таковой, продукт еще такой не случился. Мы верим, что он рано или поздно наступит. И тоже забавный факт. Сейчас количество запросов, которые прилетают в Алису, уже в пике до 150 миллионов в день. Что достаточно много. В действительности мы поняли, что в компании не понимают, в чем бизнес. То есть пока нет понимания, понятно, бизнес-стратегии, то никто не готов нас инвестировать деньги. Мы лишь тогда поняли, что нужно просто ответить на вопрос. А в чем же наш бизнес? Как мы можем быть полезны внутри компании? А какой продукт мы на самом деле знали, какой строим? Вот он хорошо описан вот в этой книжке. Есть детская книжечка «Островитянка». И там есть такая глава про великого инка. И вот если кому интересно, можно почитать и поймете, что же мы все таки строим. К сожалению, на этот вопрос в компании Яндекс тоже не знал никто ответ, а в чем же наша бизнес-модель, какая у нас может быть условно монетизация. И, к сожалению, подсмотреть наружу тоже было нельзя, потому что продукты существовали, были Google-ассистенты, были Alexa, Siri, в Китае тоже пачка этих ассистентов существует, но у всех у них своя бизнес-модель по факту. То есть, если Alexa преследовала, например, цель, помпочь Амазону войти своим e-комом в каждые дома людей, Siri — это на самом деле их колонки, это по сути апсейл к их телефону. Google просто, кажется, повторял за всеми, чтобы не упустить возможность остаться на рынке. И главная проблема у нас была то, что по факту в конце 2020 года у нас не осталось ни одного человека уровня C-level, то есть не было ни маркетологов, ни про команды продукта. Очень все было. Ни финансистов, ни операционщиков. Все надо было начинать сначала. Вот главное, когда у вас ребята уровня C-level в действительности помогают вам расти, то есть отвечают на вопрос, что же за продукт вы делаете, какая ваша бизнес-модель. И когда на старте у тебя такого человека не существует, очень рекомендую воспользоваться внешними консультантами. В внешний консультант найти человека, у которого был опыт создания хардверных продуктов, который может вас направить, а что же все-таки тебе требуется сделать. Базовая вещь, которую он мне сказал, на самом деле, требуется стратегия, команда и мотивация. То есть мы с ним вместе определяли, какую стратегию, мы строили вместе с ним стратегию, и с помощью команды HR и executive search проходил найм команды полностью с нуля. Это некоторый таймлайн развития нашей команды. То есть проблемы внутри начались еще в начале 2019 года. активно хантили команду, и за половину 2019 года нам пришлось фактически пересобрать всю команду с нуля. И мы в октябре 2019 года выпустили наш второй продукт внутри компании, это станция мини-1. При этом процессы разработки у нас были поставлены следующим образом. То есть у нас команда была очень небольшая. То есть там команда hardware буквально 15 человек. Это вместе электронщики, системщики. И мы периодически десантировались в Китай, где вместе с фабриками доделывали наш продукт, тестировали его и запускали конвейер. А в 2020 году все сломалось, наступил ковид, и мы уже не могли попасть в Китай. И поэтому единственное, что мы смогли сделать, это открыть офис. И самой большой проблемой оказалась найм людей. То есть мы привыкли, что у нас инженеры достаточно с широким кругозором. Мы писали описание, ну, мы делали описание от человека, которого вы хотели найти. И, к сожалению, на китайском рынке таких людей практически не существует. То есть один человек распадался на 3-4 профессии. Ну, на 3-4 человека. Вот. И мы в итоге смогли, у нас в команде, в итоге у нас команда в Китае очень интернациональная. То есть есть люди с каждого уголка мира, но очень хорошие специалисты. Дальше мы, конечно, в 21-м году, в начале 21-го года, мы уже рефлексировали и смотрели, а что же у нас есть внутри команды, и вообще, что же у нас за бизнес такой. И мы поняли, что, как это, так как я инженер, я про бизнес никогда не думал, и понял, что нужно, что у нас, по сути, сильный такой, сильно тяжелый операционный бизнес. То есть нам нужно было разрабатывать устройства, которые будут востребованы пользователями в нужном объеме и поставлять их в нужный срок. И мы стали, посмотрели на наши операционные косты, мы поняли, что одному грузоперевозчику мы переплатили на 1 миллиард больше, чем могли бы. Это все из-за того, что мы плохо планировали наши поставки и продажи. И вот мы потихоньку начали выстраивать команду, которая хорошо умела, лучше работала с заводами, лучше планировали продажи наши, это маркетинг и коммерческая команда. Ну и, соответственно, разрабатывали разные логистические пути из Китая в Россию. Ну, то есть мы освоили, там, не знаю, авиатранспорт освоили, освоили железнодорожные, корабли и автомобильные, все, что только можно. Команда по факту, ну, там, команду мы закончили формировать только к концу 21 года и думали, все, сейчас в 22 году будет уже попроще, но случилось то, что случилось, и в компании осознали, что мы вырастили очень большой бизнес, капиталоемкий, то есть он стал прям большим, и никто не ожидал, что мы это сможем сделать, потому что мы формально числимся экспериментом внутри компании. И нам пришлось решать такую сложную задачку, углубиться дальше в операционный бизнес, по сути, это по-прежнему расти в 2-3 раза год к году, но при этом сокращать косты, связанные с операционной деятельностью, предоплатой на производство, оплатой продукции и так далее. Но мы это смогли и выросли, в принципе, по сравнению с 22 году, мы выросли по сравнению с 21 годом опять в 2 раза, что очень хорошо. У меня инсайт случился по поводу хардварного бизнеса и софтверных компаний. Летом 21 года я познакомился с одним инженером очень крутым, который в свое время проработал в NVIDIA, в Apple и в Google. Он мне сказал прямо сильное отличие между Apple и Google в том, что в компании Apple очень сильный менеджмент. Они в действительности умеют строить свою продуктовую линейку и продукт продумывать на несколько лет вперед. То есть он в любой момент знал, что он будет делать через полгода, год, полтора года, два года. И это было радикальное отличие, чем то, что он наблюдал в компании Google. В Google думали горизонтом обычно год, хотя он тоже занимался там железным продуктом. И вот эта особенность сильно влияла на то, что они делают внутри компании и как могли инвестировать свои ресурсы опять же внутри компании. В итоге человек ушел в Apple опять после Google и доволен. И в действительности у нас странная немножко команда устройства. В Алисе устройств у нас по сути две продуктовые ветки. То есть у нас есть команда железа, которая занимается… Команда железа и команда софта. То есть даже когда ко мне приходят и спрашивают, а кто у тебя CPO, я не могу однозначно дать ответ, потому что по сути есть два человека, который один отвечает за Алису, а другой человек отвечает за железную часть. При этом с командой… Соответственно, это все влияет на другую аркструктуру. То есть у нас несколько команд дизайна. Одна живет в софте, другая в железе. И при этом команда… Извините, слово выпало. Промышленного дизайна. Ну, они сильно отличаются от того, что привыкли делать в Яндексе. Там у нас был хороший пример, когда мы в том году выпускали новый продукт, телевизор. И мы с командой дизайна долго спорили на тему, что мне хотелось красивые ножки просто у продукта. Потому что все, что есть на рынке, мне не нравилось. Я говорю, сделайте красивые ножки. Мы спорили где-то с ним примерно месяц. В итоге они принесли продукт. Офигенно выглядит. Просто супер. И они тоже такие смотрят на меня и говорят, Серега, ты понимаешь, что станок, который делал до этого примерно 2500 пар ножек в день, теперь делает в 10 раз меньше. И вот работа как раз… И это был такой забавный факт. В действительности команд, которые занимаются промышленным дизайном, очень мало. И мы выращивали ее внутри себя. То есть мы любим учиться. То есть мы часто нанимаем внешние компании, которыми делаем совместно продукты. И дальше мы договариваемся с ними, что они учат наших ребят. И поэтому мы часть компетенции изначально покупаем, а затем мы на самом деле ее выращиваем у себя, потому что это дешевле и с ними проще спорить, чем ехать в другую страну и ругаться по поводу тех или иных продуктовых решений. Вот теперь особенности железной команды, которую мы, как это, осознали за последнее время. У них основная задача – это производить то, что нужно пользователям по нужной цене, в нужный срок и в нужном объеме. И это очень сложная задача с точки зрения операций. Горизонт планирования. То есть большая часть команды у нас на старте была такая из софтовых команд. А через некоторое время мы начали приводить людей, которые долго работали в хардверных компаниях. И ребята из хардверных компаний стали переучивать большую часть наших людей. И мы научились строить продуктовую линейку на несколько лет вперед. Смотрим обычно на горизонт 3-4 года. Естественно, про апдейт проводим раз в квартал. То есть мы понимаем, что нам не хватает каких-то технологий, нам не хватает какого-то опыта. И мы раз в квартал пересобираемся заново и отсматриваем, что мы делаем с горизонтом 4 года. Даже 5. Еще особенность у железной компании – это про безопасность. То есть в софтовых компаниях обычно не беспокоятся по поводу безопасности софта. Ну, украдут софты, ладно, ничего страшного. В железных компаниях мы столкнулись на самом деле с промышленным шпионажем. Это очень было забавно. Я понял, что промышленный шпионаж существует. Специфика железной команды на самом деле очень сильно влияет на команду, которая занимается софтом. Опять же, Яндекс – это очень софтовая команда. Они привыкли жить что-то по agile. Ну, то есть из-за этого возникают конфликты между двумя частями – софтовой и железной командой. Софтовая часть хотела бы делать быстрые эксперименты, time-to-market, две недели, и все в продакшене. У железной команды, у них используют waterfall, по сути, и там time-to-market обычно от начала разработки продукта до того, как это окажется на прилавке, ну, полтора-два года. Почему так долго? Ну, последний продукт, который мы выпускали, прежде чем наполнить стоки от старта конвейера до того, как окажется продукт на прилавке, прошло полгода. То есть мы, прежде чем начнем продажу, мы выпускаем сотни тысяч устройств, и это занимает достаточно длительное время. Ну и, соответственно, у нас культуру… Мы стали выращивать внутри команды железную культуру. То есть мы стараемся приучить ребят, которые задумывают про софт, и думать о софтовых фичах в продукте, который появится на рынке через пару лет. Достаточно сложно, но выбора нету. Как-то приучиваем потихоньку. Вот. Давайте… Такая картиночка. В компании Яндекс к нам долго относились как к некоторому стартапу, хотя даже в 2020 году у нас оборот уже был 6 миллиардов рублей. В этом году мы выросли, по сути, в 3-4 раза, и мы себя никогда не ощущали некто стартапом, потому что нам приходилось работать с множеством заводов, с множеством дистрибьюторов, ритейлеров, то есть поставщиков контента. То есть было достаточно тяжело, и в итоге на данный момент мы являемся прибыльными в компании Яндекс, и что как бы… на что мы потратили примерно два с половиной года. Все. Спасибо большое. Мне кажется, очень ценный опыт, и явно ты можешь поделиться еще в ответах на вопросы крупицами этого опыта. Давайте начнем задавать наши вопросы. Я еще попрошу показать наш QR-код для того, чтобы я мог сформулировать вопрос для вас, для зрителей, для слушателей. Вот там. Да, Сергей, привет. Меня Ваня зовут. У меня вопрос. Я хотел сначала сказать, так сказать, спасибо за Алису, потому что… И подтвердить гипотезу. У тебя была третья гипотеза про поиск, про третий формат поиска. Я просто хотел сказать, что ваш пользователь еще не вырос, потому что мои дети уже точно не ходят в Яндекс по старинке. Они идут в Алису и спрашивают у нее, почему небо голубое, или почему машины ездят. Просто вам нужно немножко подождать. Вопрос примерно следующий. Amazon недавно опубликовал пару месяцев назад статью о том, что Alexa у них мега убыточная. Что-то вообще какие-то они там потратили уже, по-моему, 10 миллиардов долларов и неприбыльная и так далее. А ты в последний момент сказал, что вы прибыльные. Уже сейчас. То есть вот за, получается, за три года. Пять лет. За пять лет, да. Ну, с момента, как ты про Алису. Вот. Отсюда два вопроса. Можешь сказать, основной, что вставляет блок, это продажа колонок или подписки, если это не секрет. И насколько прибыльность? Ну, то есть, я имею в виду… Цифры. Да, да, да. Маржинальность. Ладно, давай попробую ответить. Возьму немножко про команду Alexa рассказать. В действительности Alexa большая. То есть у них 15 тысяч человек. Но нужно понимать, что они занимаются не только Alexa. И в действительности у них под капотом в бюджете спрятаны несколько крупных проектов. Это проект Kuiper, который аналог Starlink. У них без команды беспилотников там спрятано. И еще несколько крупных проектов. Поэтому что внутри у них как между подразделениями разбито, неизвестно. Дальше, опять же, нужно понимать про прибыльность и убыточность с точки зрения… У каждой команды, у каждой компании своя цель, зачем они разрабатывают железо. То есть для команды Amazon, компании Amazon, вначале это был способ привлечения аудитории в свой marketplace. То есть они сделали крутой продукт, который привлекал им аудиторию. Это было условно первые два года. А потом они отправили ее в свободное плавание. То есть цель у них изначально была другая. В Яндексе такую цель не преследовали. То есть тут просто сказали, типа, построите какую-то бизнес-модель, которая будет интересна компании Яндекс. И мы пошли по другому пути. Вот. Ну, ответил, надеюсь. Да. А про цифры? Нет, цифры говорить не буду. Спасибо. Привет, Сергей. Спасибо за выступление. Интересно было узнать, что Алиса себе внутри представляет. У меня такой вопрос. Здесь на конференции несколько докладов для тимлидов, которые были разработчиками, стали тимлидами. И у многих проблема, что они перестают заниматься программированием. Делать что-то руками. У меня такой вопрос. Вот ты, когда встретился с этим хардвером, что для тебя был вот таким вот геймченджером, что ты как бы встретил нового, с чем раньше никогда не встречался. И это как бы тебя, может быть, пошатало в какой-то момент. Спасибо. Сложный вопрос. Код я не пишу. Нет времени. Не знаю даже, как ответить. Геймченджер просто есть сложная задача. Есть команда уже какая-то. И просто нужно было решить задачу. А что с этим делать? Достаточно… Целеполагания нету. Просто выжить. И просто решали эту задачу, как ее сделать. Попробовали разные вещи. То есть и сервисную монетизацию посчитали, и железную монетизацию. Я, кстати, не ответил на твой вопрос. Извини, пожалуйста. Железная ревень примерно одинаковая во любой стране, потому что глобализация случилась. Айфон в России, айфон в США стоит одинаковых денег. А сервисная выручка, она сильно отличается стране к стране. Просто прикольно. Надо было решить сложную задачу. Прикольно. Когда еще дадут тебе решить такую задачку? Да, добрый день. Меня зовут Олег. Спасибо за доклад. Очень интересно. У меня два вопроса, если позволишь. Значит, первый. Про железную команду. Насколько уникально то железо, которое там находится? То есть это какое-то BSP взято почти без изменений, или это как бы собственная разработка, детально собственная, я имею в виду? И второй вопрос уже более ближе к тем лидам. Насколько ты погружаешься? Ну, понятно, что в процессе разработки ты, наверное, погружен. А насколько ты погружаешься в операционные всякие дела, связанные с деньгами, с бюджетами и всем прочим? Спасибо. Давай. Ну, разработка у нас полностью in-house. То есть там все зависит. То есть мы в какой-то момент сделали референсный дизайн для своих смарт-спикеров и начали его просто тиражировать, обновлять, по сути. Для других категорий продуктов мы с нуля разрабатываем in-house полностью. То есть команда железячников у нас там выросла на последнее время, наверное, на порядок. Вот. Люблю просто паять. Да, так дальше второй вопрос. Код не пишу, паять приходится. Второй вопрос, извини, пожалуйста. Второй вопрос был, насколько ты погружаешься в ту часть, где уже не разработка, а бизнес. Бизнес, да. Честно, стараюсь отпускать. Ну, то есть люди, которые в команде есть, они достаточно самостоятельные и полностью могут решать. Единственный момент, когда мы синкаемся, это, по сути, раз в месяц на финансовом отчете и смотрим, все хорошо или нет. Ну и мы долго перестраивали, говорю, как раз процессы коммуникаций, в том числе и внутри команды, чтобы процесс производства и логистики и продаж не ломался. Поэтому я почти там не участвую. Сергей, еще раз привет. Мне кажется, вопрос о выживании, он никогда не заканчивается, он всегда существует. Как ты смотришь на историю с чат ГПТ? И как, ну, я понимаю, да, так сразу, что вы собираетесь в этом направлении делать? Я услышал, что вроде какие-то есть у вас планы двинуться туда. Но мне кажется, это тоже как бы один из запросов выживания сейчас в современных технологиях. Спасибо. Блин, у меня на этот… Я люблю эту тему, как бы все мы там окажемся. То есть в любом случае у нас будет своя технология, которая будет напоминать это решение. Прямо сейчас Катя ушла на рабочую встречу заниматься этим. Да, да, да. Катя как раз участвует в этом проекте. Поэтому у всех эта технология рано или поздно будет, ее тиражируют. Привет. Спасибо за доклад. Я, может быть, немножко там недослушал. Ты говорил о том, что есть, вот, проверили три гипотезы. Это мультимедиа, новый поиск и там посередине что-то было. А все-таки результат гипотез какой? То есть вы все-таки, Алиса, это что? То есть бизнес-модель на чем? Все-таки на сервисах? То есть вот вы там железо подешевле продаете, но чтобы там больше сервисами пользоваться. Можешь, может быть, немножко про бизнес, что ли, подробнее? Я вот, знаете, в Инстаграме есть часто показывают такие, знаете, всякие финансовые отчеты разных компаний. Можно просто полистать и понаблюдать. У тебя есть там условные Apple, Google, Amazon, либо другая любая компания, где разбирают бизнес-модель. Bloomberg часто это публикует. Очень наглядно. И для нас идеалом является компания Apple. Ну, то есть в любом случае зарабатывать в первую очередь на железах, и у тебя это будет, скорее всего, порядка 80% выручки. А сервисы тебе нужны. Это как апсейл для твоей пользовательской базы, где у тебя более маржинальные сервисы, но типа ревень у тебя все равно будет меньше половины всегда. А можешь еще рассказать? Вот как раз, ну, есть в собственной колонке Алиса, да, есть вот Яндекс.ТВ или как-то у вас проект называется. Он же связан, получается, ты вроде упоминал, что с Алисой. Насколько он, проект Яндекс.ТВ связан с ним, и насколько вы на него большие надежды? Он ко мне прилетел случайно в 20-м году. Так, и что с ним? Будем развивать, будем развивать, все будет хорошо. Будет топовый продукт. Когда? Фидбэк можешь дать попозже. Не, ну, давай про Яндекс.ТВ расскажу немножко. То есть этот продукт, опять же, развивался как альтернатива условному Андроиду для телевизоров, потому что Андроид, Гугл в какой-то момент начал закручивать гайки на рынке, и всем, ну, то есть доступ до оболочки было сложно получить. Это, по сути, попытка как раз сервисной монетизации продукта. Но мы понимаем, что сервисы в России стоят очень дешево, и поэтому мы пошли в железную категорию, потому что и продукт хотели сделать лучше. Ну, то есть сейчас я тебе объясню. Хардверные компании не готовы рисковать своим устойчивым бизнесом. Условно, у тебя есть компания Samsung, она привыкла делать телевизоры, и она не будет инвестировать тебя и в инновации. Почему? Ну, потому что это же чисто железный бизнес, им неинтересно пробовать, экспериментировать с продуктом. И мы на самом деле зашли сначала в софт, и потом осознали, что все эти компании не готовы экспериментировать с железом, они привыкли его делать стандартным. И вот как раз мы занимаемся тем, что сейчас экспериментируем с железом под наш софтовый продукт. Еще извиня, просто я вроде как помню, что Яндекс.Телевизор начинался тоже с приставки, типа как Apple TV, и сейчас уже это просто телевизор полноценный. Или я что-то не так помню? Спасибо. В общем, будем ждать новостей. Приветствую, Сергей Митл, Илья. Спасибо за доклад. Я вот так, наверное, немножко злобно, но хочу пройти пару вопросов про историю Алисы как таковой. То есть помню первую Алису, реклама, классный звук, помощник, HDMI для того, чтобы посмотреть телек, но при том жутко противный звук. Это вопрос как раз к РНДшникам. Потом Макс, в котором мы исправляем проблему со звуком, ну вы в смысле, и окей, HDMI возвращаем. Потом появляется Алиса вторая, где выкидывается HDMI. Ну, скорее всего, поражением финансовых определенных. Но как это вот именно тебе как Лиду пришлось с хардварной командой обсуждать, потому что для них это же было классно, они сделали классную колонку, которой нет как такой конкурентов с таким функционалом с HDMI и прочим, но при этом говорят вам, ребят, ну, выкидываем эту штуку. Провокационный вопрос задаю. Да, я знаю. А у меня есть опция отказаться от ответа? Как всегда есть. Да нет, действительно, смотри, давай так, когда мы делали станцию вторую, мы же сделали упор на умный дом. То есть мы осознанно выбросили HDMI, потому что продукт, на тот момент ТВ-продукт, станцию, когда мы начали делать вторую станцию, у нас не было ТВ-продукта, которым мы бы гордились, объективно говоря. Мы его только развивали, и это было осознанное решение, чтобы пойти в категорию умного дома сильнее. То есть добавить ZigBee, будет попозже поддержка Matter, и локальные все сценарии тоже доедут. То есть это осознанное решение было внутри продукта. Но при этом тогда, возможно, будет следующий Макс, которым будет то и то и другое, да? Конечно. Все может быть. Спасибо. Давайте пока микрофон передается, вопрос я свой задам. Мы там поднимали руки про кто здесь участвует в разработке железа, а кто не участвует. Можно переключить вопрос? Вот сейчас, послушав Сережу, вы, если бы вам предоставился бы выбор, что бы выбрали, заниматься хардвером или все-таки софтвером? Может быть, наоборот, кто-то из хардвера послушал, прослезился и решил переквалифицироваться в софтвер. Или же Сережа душесчипательно рассказал, и теперь софтвер инженерам интересно было бы заниматься хардвером. Давайте посмотрим. 50 на 50. Задавай вопрос. Спасибо большое за доклад. У меня, на самом деле, вопрос около такой бизнесовый. Был слайд с логистикой, где вы потратили определенную сумму, чтобы оптимизировать весь этот процесс. Вопрос такой. А вы рассматривали возможность сборки Яндекс.Станции именно на территории Российской Федерации? Если да, то в чем проблема, что не приступили, там, какой-то завод, условно, в Калуге, где можно было бы собирать эти устройства? И второй вопрос. Ну, лучше, да, ответить на первый, я задам сразу второй. Там на слайдах было другое. Мы когда посмотрели наши успехи финансовые за прошлый год, в начале 2021, посмотрели, на что мы потратили деньги и поняли, что мы потратили дополнительные деньги на логистику. То есть эти деньги невозможно вернуть, если будешь собирать их локально, потому что такие проблемы есть. Про Калугу. Это же вопрос культуры в действительности. У тебя должна присутствовать культура масс-продакшена. В чем сложность найти hardware-инженеров? Когда ты собеседуешь этих инженеров, они все работали в той отрасли, где нет понятия масс-продакшена. А когда тебе нужно выпускать устройство миллионными тиражами, тут начинается проблема. И, к сожалению, в России этой культуры нет. Есть она, по сути, сейчас в мире в малом количестве стран. Одина из них – это Китай. Ну и дальше начинаются проблемы разные. Условно, у тебя в Китае стоит завод один, а вокруг него еще сотня заводов. Если у тебя один из поставщиков сломался сегодня, что-то у него случилось, то ты можешь найти в любой момент буквально за неделю другого поставщика быстро протестировать и на самом деле решить свою проблему с производством. Когда у тебя завод условной калуги, то твоему бизнесу ты не сможешь быстро реагировать в каких-то острых ситуациях. Понял. И вторая часть вопроса, такая немного неприятная. 22-й год. СВО. Как это сильно повлияло на вашу команду? И в целом, да, вот про логистику. Там Тайвань объявил санкции. Как-то это вас коснулось, в том числе и хардвей части. Поэтому, собственно, первая часть вопроса родилась про заводы на территории Российской Федерации. То есть импортная независимость. Ну, на команду это как-то повлияло. Но, в принципе, не особо. Она у нас всегда была геораспределенной. То есть у нас всегда была часть команды сидела в Китае, где-то часть в России, часть еще в каких-то странах. И поэтому для нас, в принципе, ничего не поменялось в данный момент. Привет, Ася. Такой вопрос. Мы посмотрели, как росла Лиса, какие были изменения. А как ты лично рос? На сколько сантиметров? Понятно, ты был от инженера и вырос в суперруководителя, который занимается и софтом, и хардом. А мы тут темледы, типа растем. Как ты это делал? Сложный вопрос, опять же. Точно разучился код писать. Ну, а дальше просто… Да как это? На самом деле здесь основная задача была нанять людей, которые могли бы забрать на себя функции, по сути, которые требовались команде. То есть это продакт-менеджеры, которые могли бы развивать продукт Алису в продукт железа. И как бы эти компетенции я не приобрету быстро, потому что человек, который у нас занимается разработкой станции, он проработал в множестве хардверных компаний, в том числе и в Apple, и где он приобрел некоторый опыт. Поэтому здесь вопрос, наверное, не как я вырос или еще, а как я, типа, мы команду такую собрали с нуля. То есть просто хорошая команда, которая умеет закрывать те вещи, где я не специалист. А дальше я выступаю, по сути, модератором, чтобы продукт дальше двигался. Спасибо. Сергей, спасибо за заклад еще раз. А вот вы сказали, что в 2020 году были проблемы с доступом в Китай, и что вы нанимали там специалистов. Были ли у вас какие-то попытки сделать полностью удаленные стенды для разработчиков из России, чтобы поменьше нанимать людей там и побольше использовать тут? Давай. У нас часть команды, которая отвечает за производство в Китае, она в России находится. То есть у нас стоят стенды в офисе, которые полностью повторяют один в один те же самые стенды, которые у нас стоят в Китае. И вот так и работали. То есть большая часть команды в действительности осталась в России, которая обслуживала заводы. То есть удаленная работа такая отчасти. Еще вопрос. А можете вспомнить какой-нибудь косяк железа, который исправляли прошивкой? В последнее время, кстати, не было. Если были, то давно уже. Не вспомню, если честно, сейчас. Поздравляю, хорошая команда вас видит. Об этом и речь. Так, еще последний вопросик. Сергей, а все же на вторую часть вопроса не ответит про санкции как повлияли? У нас не слышно будет анаписи. Повтори вопрос. Как санкции повлияли на нас? В 2022-2023 году, то есть в отношении Яндекса, там были приняты санкции. И как это сильно повлияло именно на hardware часть? То есть компоненты, я уверен, что некоторые… Никаких санкций в отношении Яндекса принято не было. Не было? Не было. А, тогда прошу прощения. То есть с hardware никаких проблем нету, да? Все. Отлично. Ну и как бы Китай. Так, выбирай лучший вопрос. Еще один? Давай один. А вот вопрос такой. А вот какие усилия, то есть может быть как-то там, ну не знаю, может быть процент людей там в компании, наверное, будет сложно назвать. В общем, какие усилия прилагаются на то, чтобы сформулировать какую-то, может быть, философию у вас внутри Яндекса. По этому направлению. То есть вы не какой-то ведь там дизайн-хаус, который делает все подряд. Или там не так, что ну давайте еще умную розетку сделаем. То есть у вас, наверное, какой-то там, ну определенный, то есть круг устройств. Да, ответ очень простой. Мы ограничили себя требованием. Мы создаем только устройство с ассистентом. Все. То есть типа с другим мы не делаем. Выбирай теперь лучше. Автомобиль тоже можно сделать с ассистентом. Утюг? Нет. Пока что нет. Я не думаю, что ассистент в утюге добавит какие-то продуктовые свойства дополнительные, за что его купят. И типа люди будут счастливы. Это по-другому можно сделать. Ты можешь спросить про температуру для шелка у Алисы. И использовать обычный утюг. Так, ну так что, лучший вопрос. Нам нужно подарить подарочек. Без этого тебе подарочек я не подарю. Самый жесткий вопрос, наверное, был. Все. Спасибо большое. Аплодисменты за лучший вопрос. Вам большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok